Новые правила расчета единого пособия, льготные билеты для пенсионеров и более жесткие требования для руководителей турпоходов. Об этих и других новшествах июня расскажем далее. Перечень жизненно важных лекарств расширится. С 18 июня в него включат препараты для лечения вирусных и бактериальных инфекций, а также лекарства для пациентов с рассеянным склерозом. Теперь их будут выдавать бесплатно, но только по назначению врача и лишь тем пациентам, которые проходят лечение в рамках ОМС. Новое правило при расчете единого пособия вступает в силу с 1 июня. Оно касается тех, кто получает алименты. Сейчас родитель, обращаясь за пособием, может указать любую фактически поступившую сумму алиментов. Теперь же, если родители договорились о размере алиментов, устные или при заключении нотариального соглашения будут учитывать сумму из заявления или соглашения. Но ее размер зависит от количества детей и от минимального размера оплаты труда. Если ребенок один, то сумма в документе не должна быть меньше четверти мрот. Это 4810,5 рублей. На двоих детей минимум треть мрот, то есть 6414 рублей. А если детей трое и более, то минимальная сумма составляет 9621 рубль. В случае, если есть решение суда о размере алиментов, в расчете доходов, как и раньше, будут учитываться фактически поступившая сумма. Ее и нужно будет указывать при подаче заявления на пособие. Или соцфонд сам получит эти данные, если исполнительное производство открыто. Кроме того, при расчете пособий не будут учитывать выплаты за родительские звания, а также доходы несовершеннолетних и работающих студентов до 23 лет. У пенсионеров появилась возможность покупать билеты на поезда дальнего следования со скидкой 20%. Правда, эти билеты необходимо покупать не позднее, чем за пять дней до поездки. И они будут невозвратными. Деньги вернут только при уважительной причине вроде болезни. С 10 июня больше женщин-заключенных смогут выйти на свободу раньше срока. Раньше условно-досрочное освобождение могли применить к женщинам, у которых есть ребенок до 3 лет. Теперь такое послабление положено женщинам с детьми до 4 лет, которые находятся в доме ребенка при исправительном учреждении. Это правило применят, если отбыто не менее 1 четверти срока и совершенное преступление небольшой тяжести. Если вы создаете что-то уникальное своими руками, вы сможете получить поддержку от государства. Для этого с 10 июня будут создавать специальные региональные реестры мастеров художественных промыслов, а также госреестры, в которые внесут образцы изделий народных промыслов признанного художественного достоинства. Если ваша продукция есть в этом списке, вы сможете работать в статусе самозанятого. С 1 июня расширят перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке. В перечень добавят все виды безалкогольных напитков, включая соки, нектары, морсы, квас и напитки на основе растительного сырья. Предполагается, что так путь товаров от производителя к потребителю станет прозрачнее. Любой покупатель сможет убедиться, что перед ним оригинальная и непросроченная продукция. Гиды, которые вводят туристические группы по сложным и опасным маршрутам, должны будут подтвердить свою квалификацию. Аттестацию начнут проводить в специализированных спортивных федерациях или организациях, аккредитованных правительством. Деятельность тех, кто проигнорирует новые правила, признают незаконной. Контролировать исполнение будут региональные власти. Плюс проводники должны будут проходить переаттестацию и переподготовку. Также их обяжут сообщить в МЧС о начале маршрута и о завершении каждого похода. Оформление шенгенской визы подорожает с 11 июня. Для всех старше 12 лет она будет стоить 90 евро. То есть более 8,5 тысяч рублей по нынешнему курсу. Для детей от 6 до 12 лет сбор будет в два раза меньше. Сейчас за визы платят 80 и 40 евро соответственно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова